Мы на регистрации к чемпионату Санкт-Петербурга. Мы не отжирались. На банкете я съел кусочек торта. В принципе, меня можно было поставить чуть-чуть повыше. Расскажи, пожалуйста, как переводится ваша аббревиатура. Так, блядь, Тарануха. Где мой секретарь? То есть я хочу бороться с сильнейшими, чтобы быть сильнейшим. Ну, я не знаю, можно говорить нет, там, пятнашки, да? Че, как оцениваешь свою форму? Ты, что значит, ты оценишь, че посмотришь. Главное довести до сцены. Жопа сечется. Малыш, вы? Так хорошо. Высокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасностью ХАСП и ИСО. Genetic Club. Когда важен результат. Продукция имеет свидетельство о государственной регистрации. Дюра, смотрите. Давай, давай. Всем привет, друзья. Мы на регистрации к чемпионату Санкт-Петербурга и к следующему НВПА, по-моему, турниру. В общем, здесь все происходит в один день. Завтра Денис выступает, естественно, в категории свыше ста. Да, свыше ста, только я не понял, Пальмира в какой день приехал. Завтра, завтра, да. И на второй день он выступает на этом коммерческом турнире. Мы глянули его форму. Сейчас вы можете ее оценивать вот там где-то во вставочках, либо до, либо после, либо во время. Пустенький, пустенький. Пустенький. В общем, результат Сайбериана Пауэр Шоу показал, что ваша наполненность нашим нахуй не нужна. Поэтому мы решили Дену делать максимально возможные кондиции при условии на хорошее самочувствие. Я отпускаю на ваш Дениса и пусть он немножечко поболтает. Леха, ты на всякий случай наводящие вопросики. Да, давай, задавай мне наводящие вопросики, а то у меня ухо заколожило. Давай, расскажи, что изменилось после Сибири в вашей подводке? В Сибири после нашей подводки изменилось. Сейчас готовим. Так, у нас поменялись угли, то есть мы сразу, мы не отжирались. Сейчас на банкете я съел кусочек торта и мяса, то есть мы вообще не отъедались. Угли держали 300. В итоге загрузка у нас намного меньше. Немножко добавили мы чугоночки, ну, раз нужно качество, поэтому... Сегодня будем еще напивать, потому что Ромка посмотрел, форма пустая. Качество сделали, но пустое. Придется еще немножко напить, наесть. Ну, в принципе, все. Блин, держите кулачки за меня, должен же я где-то выиграть-то, блядь, хоть на одном турнире. Е-мое. Расскажи по весу, какой был и какой сейчас? На Сибири был 119,5. Сейчас я вот взвесились, еще до взвешивания подошли 114. То есть 5 килограмм слили. По самочувствию? По самочувствию пока среднее, но я сегодня напью, думаю, будет нормально. Соль пока тоже, тоже придется и соль наедать, потому что немножко сводит все-таки. Для меня непривычно. Ну, то есть сразу, когда резко убираешь воду, то есть начинает сводить. Поэтому сейчас будем добавлять соль, чтобы не было такого, как на Сибири в прошлом году, блядь. Постараюсь. Да эмоции. Да блин, я еще, знаешь, не отошел. То есть я приехал с Сибири и все время спал, блядь, сидя, стоя. Не знаю, вымотался за эти два дня. То есть два дня прям сложно соревноваться. Притом, сейчас опять будет два дня. Блядь. Короче. Ну, эмоции подутихли. Как расставили, так и расставили. Это суть же ведет, на самом деле. Мы, как бы, Ромка мой там тренер. Он все-таки топит за меня. Может, он какие-то изъяны там не видит. Но, в принципе, меня можно было поставить чуть-чуть повыше. Я не претендую там на первое место. Там окей. Может быть, чуть-чуть жесткости не хватило. У нас была цель наполненность. Сейчас будем делать жесткость. Да, все выше. Ну, потому что люди понимают, что бодибилдинг – это прежде всего пропорции. А некоторых атлетов они немножко, ну, не дотягивают. Это просто большие накачанные дядьки. Ну, извините уж. Ну, так и есть. Кому как повезло. Ну, все пашут одинаково. Все достойны, в принципе, победы. Поэтому все мучаются, так скажем, в слаженный путь. Потому что это, на самом деле, не очень просто. Поэтому, ну, все заслуживают те места, которые они заслуживают. Если так суждено было, значит, оно так и суждено. Я, в принципе, дал. Главное – довести до сцены. Жопа сечется. Малыш, вы? Так хорошо. Малыш, вы? Сибирь смотрел? Сибирь смотрел. Блин, трудно оценить. Не видя, я-то знаю, как надо судить. Оценивать можно только тогда, когда ты сам сидишь в зале и видишь это в реальной ни фотке, ни трансляция. Тем более, она не передает. Потому что ни качество невозможно передать, ни глубину, вот, видеокартинкой. Тем более, трансляция. Тем более, 720. Тем более, когда на сцене одно место темное, да, а другое светлое. Там уж извиняюсь, это, да, за Сибирь. Но освещение было такое, реально. И, например, даже Дениска, он был потемнее. И он честно сливался. Вот такое чувство, что он был вообще гладкий на сцене. Вот из-за этого, вот, ну, что там. Поэтому надо смотреть. Я всегда за качество. Делаем глубину качества, и будет круто. Сегодня он на 5 килограммов, на 5 килограммов меньше, чем был на первый день на Сибири. Мы делаем кондиции. Сейчас мы еще подужмемся, уплотнимся, и завтра будет пушечка. Ребята, как здорово, мощные, классные. Приходите, будет здорово. О, успели. Успел 10 секунд. Успели воду сториться. Привет. Привет. Привет всем. Я из Тенок Порошок Сторонин. Это один из организаторов турнира коммерческого, который будет проходить в воскресенье. Да, я поэтому сказал один из. Расскажи, пожалуйста, как переводится ваша аббревиатура. Так, блядь. Тарануха, где мой секретарь? Ну, это типа Норд, Вест, НВПА у вас. Норд, Вест, Параленс. Норд, Вест. Как этот Норд, Вест, Павер Альянс. Да. Силовой Альянс, типа того. Силовой Альянс, переводится. Питер рули. Питер рули, да. А, скажи, пожалуйста, по поводу, первый раз вы организовываете турьер. Насколько быть организатором турьера, не спортсменом, а организатором турьера? Ты окунулся в это все? Организатором? Ну, классно, круто, мне нравится. Так вообще тяжело, на самом деле. Тяжело, потому что очень много людей задействованы. Один говорит одно, как бы, говорит, я сделаю, потом он пропадает и не делает то, что обещал сделать. Ну, это, в принципе, наверное, как и... Постоянно нужно контролировать. Да, как и везде. Если ты хочешь сделать нормально, то это нужно постоянно контролировать. Контролировать. Так, момент такой. Сколько у вас общий призовой фонд на вашем турнире? Два с половиной миллиона. Два с половиной миллиона? Да. Чтобы понимали, на чемпионате России призовой фонд полтора миллиона. Ну, и категорий там намного больше. Да, у нас всего пять категорий. Ну, вот, ну, у вас же еще, я так понимаю, фестиваль у вас? И что там еще будет? Помимо бодибилдинга, там будет еще джим, арм, строгий подъем на бинцепс и завершающее вечерное мероприятие – это бои. Ну, то есть, все закончится и потом по масс-рестлингу. Официальный чемпионат Питер не просто любительский турнир, а чемпионат Петербурга по масс-рестлингу. Подсказывай. Вот так. А, вы извините меня, чайник, а что такое масс-рестлинг? Лихо узнает. Ладно, в общем, официальный чемпионат Санкт-Петербурга по масс-рестлингу. Что бы это ни означало, ребята, которые будут там выступать? А самое главное, у нас бойцы – это Россия против Кыргызстана. Кыргызстан. Сборная, да? Сборная, да. Ага. Будет интересно. Что вы планируете на перспективу при условии удачного проведения турнира? Ну, в идеале было бы, конечно, проводить в Санкт-Петербурге, а возможно, и не только в Санкт-Петербурге, но вообще в Санкт-Петербурге вот грандиозное такое свое… Ежегодное. Ежегодное, да, такое событие. Самое главное, почему мы начали это делать, чтобы это все было с кайфом, чтобы все приходили, кайфовали и спортсмены, и те, кто пришел посмотреть на это все. Блин, дай бог у нас в Петербурге срастется, еще подтянутся люди, инвесторы, да, вдруг кому-то это будет интересно. И этот турнир будет конкурент, может быть, даже Сибириум? Ну, почему бы и нет? Да, да, да. При таких перспективах. Может быть, нас смотрит какой-нибудь там миллиардерчик, как сказал Усович, 180 миллиардов долларов – это когда ты там купил дом, хату, там, всем своим родным, все жилье по машине, и у тебя все равно осталось 180 миллиардов долларов. Если такой человек нас смотрит, пожалуйста, вот будет на него ссылочка. И самое главное, чтобы он сам хотел и ничего не требовал взамен. Вот такой вот инвестор у них появился, который просто за идею. Да. Про трансляцию, кстати говоря. Трансляция будет и в ВКонтакте, и на Ютубчике. Ссылочка, если чего, мы можем. Все, организуешь ссылочку, я, Леш, передам. Без проблем, без проблем, а самое главное, самое главное, трансляция бесплатная. Бесплатная. Бесплатная, вот. Все для вас. Все для вас. Все, дружище, спасибо тебе большое. Приходите на турнир. Денис Кобаженов там тоже, кстати, будет выступать одним из фаворитов, между прочим. Впрочем, как и везде, но получается так, как получается. Судьи не оценили. Но мы будем болеть. Да. Сейчас мы, в общем, еще найдем, до кого доебаться. Да самое главное, мне кажется, для билдеров вообще классно, потому что им самое тяжелое, это перелет. А тут идти не надо. Пришел с дома, чайку бахнул, вышел. Чайку брусневерчику бахнул с лимончиком и пришел. И пришел на соревнов. Все, огонь. Мы пойдем еще кого-нибудь. А, вон, Герасимов. Сейчас доебемся до него. Спросим про Сибирь. Все, друзья, спасибо. Ребят, народный чемпион. Жив, он теперь на бок. Все, вот так вот. А я подальше, наоборот, стану. Народный уральский чемпион. Очень полюбили все этого спортсмена. Очень полюбили за его сложение, за его манеру преподнести себя на сцене. Антоха, он впервые выступает на Кубке Санкт-Петербурга, насколько я понимаю. А почему на Урфу решил не выходить? Почему сюда? Ну, честно говоря, уже незачем просто. То есть, в прошлом году стал абсолютным чемпионом. Стал, ну, прям без вопросов. И как бы лишний раз опять то же самое. Ну, не хочу. То есть, я хочу бороться с сильнейшими, чтобы быть сильнейшим. И тут призовой. Призовой. А там на Урале за абсолютно тебе ничего не было. Ну, я не знаю. Можно говорить, нет? Там, китнашку дали. Можно, говорю, ребята. Нужно даже говорить. Но, тем не менее, это абсолютно правильное решение. Ему, насколько я знаю, говорили перед турниром с Сиберианом, что куда ты вообще летишь, куда ты вообще идешь. А он в итоге становится пятым ты стал. Причем это второй год подряд мне говорят, каждый год мне говорят, зачем, зачем. Вроде доказываешь, потом на следующий год опять зачем. И я уверен, что через год я буду готовиться, мне будут опять говорить эти свои зачем. И благодаря его решению все-таки ездить и выступать и соревноваться с, скажем так, топовыми спортсменами, с профессионалами, между прочим, спортсменами. Вы его все знаете и видите. А те люди, которые боятся ездить по турнирам и думают, что вот я на области выступлю, на Урфо там где-нибудь на этом выступлю, и на России где-нибудь там затерялись в десяточке и так далее. Вот, человек, ребят, берите пример то, как нужно продвигать себя как спортсмена. Вот. Готовит хорошую форму, постоянно стабилен по форме и от турнира к турниру улучшается. А у вас же практически то же самое будет и на Питере, что и на Сайберии, кроме не будет Сазонова, по сути, и все. Как твоя форма за неделю изменилась? Слушай, не могу адекватно сказать, потому что надо всегда один и тот же свет, одно и то же зеркало, чтобы понимать, да. Но в целом вот то, что я сейчас вижу, мне нравится. То есть вот эти все мероприятия, которые будут произведены, особенно к воскресенью, я думаю, будет хорошо. То есть я сейчас где-то, ну, может, на полкилограммчик поменьше. Я думаю, что я еще солью лишнее, потому что, ну, на Сибириане мне форма как бы понравилась в контексте Сибирианы и данного этапа, да. Но в целом воды еще много, жира еще есть. То есть надо улучшаться. Если я сзади ноги прорежу, будет прям красиво. А у тебя, получается, ты все равно пиковать собираешься, опять же, форму доводить ко второму дню? К коммерческому, да. То есть завтра у тебя будет еще, так скажем, ну, кондиции, не те, которые будут на второй день. Да, то есть, ну, как и было на Сибириане, я, видишь, на первый день Сибириан на некотором проиграл, на второй я не обошел. И тут будет, я думаю, в принципе, плюс-минус то же самое. Но для меня это вообще определенный эксперимент. То есть, во-первых, перелет в контексте недели, да, там у меня на Сибириан-то я вообще в 4 перелета туда обратно светал. Вот. Поэтому посмотрим, как будет. Очень интересно. И гружусь, как обычно, на позитиве. Да, всегда с улыбкой. Начал есть, поэтому меня это очень радует. Все хорошо. Всегда на хорошем настроении, всегда на позитивчике. Вот, ребят, ну, это то, к чему нужно стремиться. Вот, к такому самочувствию, в первую очередь, я всегда сетую за то, что, ну, нужно хорошее самочувствие спортсмену. Тогда и на сцене все будет хорошо. Уже вот этот вот, оно дало стереотип о том, что чем хуже самочувствие, тем лучше форма. Это не то, ребят. Это уже оставьте, оставьте это в 2000-х, там, в 90-х годах. Спортсмен должен чувствовать себя адекватно относительно своей формы. Вот. Поэтому, Антох, спасибо тебе. Да. А, я не знаю, любишь ты, когда тебе желают удачи? Нет. Не любишь, да, удачи это для слабаков и так далее. Поэтому, классная тебе форма и кайф у нас ценит. Дальше, да. Все, увидимся. Кайфануть, я кайфануть. Пожалуйста, проходите на регистрацию. Вот. Всегда приятно с ним пообщаться, всегда он такой улыбчивый. Мы с ним знакомы уже давным-давно. Еще с момента, когда я только начинал выступать в 2016 году. Вот. Я тогда помню, первый раз приехал на Урфо и увидел юниоров. Вот он тогда выступал по юниорам. Вот. Это, чтобы не запикивать Лехи, я вот просто это проглотил слово. Слово вот это вот. И он тогда уже был большой. И он постепенно, постепенно, потихонечку прогрессирует. Я уверен, 2-3 годика и он будет, опять же, он и сейчас считается одним из топовых стяжей. Ну, в Сибири он в топе. На России он в топе в абсолютке. Поэтому все круто. Он делает правильно все. Ну, это мое скромное и никому не нужное, наверное, мнение. Вот. Как-то так. Ехали дальше. А, это мой новый подопечный. Новый со старыми дырками, блядь. Со старыми дырками. Никитка, да. В общем, выступать он будет в категории 95. 93,7. 93,7. Все-таки те рисаи у меня, все-таки те рисаи мне писали. Нормально они показывают? Ну, нет. Актуально. Нет. На сколько? На килограмм. На килограмм. Больше показывают? Я в зависимости 95. Все. Лады. Огонь. Че, как оцениваешь свою форму? Ты, как оценишь, что посмотришь? Я не знаю. Вот вам комментарий. Бля, я его еще, да, я не видел. Пока всех вас спортсменов ловим потихонечку. Относительно того сезона совершенно другая форма. Объемы, ну и качество постараемся донести еще жестче. Поэтому объемы в любом случае у меня гораздо больше, чем в том сезоне. Вчера, кстати, фотосессия была. Прикольно фото получается. Но я уже такой наевший, такой, знаешь, напивший. И вечерочек. Уже подзалитый, да. Ну, бля, я просто у меня разбомбил. Ну, просто грудь вот так вот. Ну, я такой, бля, круто. Ну, то есть, напомню. В общем, момент какой? По идее, вот сегодняшний турнир, регистрация на завтрашний, точнее, турнир на Кубок Санкт-Петербурга, да, на Чемпионат Санкт-Петербурга. По идее, вот та форма, которая у него предоставлена, грубо говоря, сегодня, мы сейчас его отснимем, вы заодно посмотрите. Она должна была быть вот эти кондиции месяц назад. Если бы он начал готовиться за 12-13 недель, вот эти кондиции у него были бы еще месяц, ну, 3 недели назад. Но так как мы пришлось форсировать и ловить какие-то моменты, почему происходит не так, как нужно, и пока мы это все нашли, нащупали, там, по соли, солями, совсем-совсем, вот, очень много мы на что выявили. И теперь, конечно, к России прям мы будем топить, топить, топить. Но по факту... Постараемся. Но все равно лучше уже, чем было даже, наверное, Канара-Си. Ну, посмотрим. Я, мы скинем, наверное, фотографии, а может быть, не скинем, потому что Леха замучается это все вставлять, все эти вставки делаем. Но, тем не менее, мы, наверное, когда уже выйдет выпуск самого турнира, со сцены Никитин калаш по форме вставим, потому что в том году он тоже выступал на Питере и тоже в такой достаточно проходной форме, в сыроватой форме объективно. Да, у Никитоса очень такой сложный организм, плюс у него выявился еще гипотериоз, вот, который он заработал себе еще на прошлых подготовках. Да, из-за этого вот он, грубо говоря, есть выражение «с голоду пухнет». Вот это прям про Никита, вот, чем меньше он ест, тем больше залития, мягче он становится. Поэтому углей добавили мы, соли добавили, да. Мы в натрий хлор сдали, у меня соль вообще в низах, грубо говоря, поэтому мы сейчас по 14 грамм суярим. Так что завтра, 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 должно быть огонь, вот. В общем, по поводу манипуляции я потом ему скажу, что нужно будет сегодня, как и сделать. И, в общем, завтра будем лицезреть его на турнирчике. Давай, Никита, срегистрируйся и мы... Ну, в общем, все. Мои все спортсмены зарегистрировались. Выходит у меня три спортсмена. Денис Бажанов в категории свыше 100 килограмм, классик физика парнишка у меня выходит. И Никитка в категории 95 килограмм. Понятное дело, что мы пытаемся Никиту, скажем так, довести относительно его форму улучшиться, потому что категория у него очень сильная, конкуренция будет очень сильная. Но мы и не смогли сделать пик. Мы до сих пор, до сих пор в процессе сушки. У него даже есть еще пожирочку. Пожирочку есть, штору еще нарабатывать. Что касается Дениса Бажанова, линейку... Блин, наверное, тебе лучше с телефона скачать видосик. Ну и то, и то. Горизонтальный, да. Опять же, я очень уверен в нем. Он сегодня на 5 килограммов меньше, чем он был на второй день на Сибири. Сегодня у него 114 килограммов вес. 113,5 даже его еще немножко под сливом. В линейке он смотрелся по кондициям самым готовым. Все. Никаких мега загрузок, никаких ничего. Он сегодня плавненько просто кушает. И плавненько продолжает еще немножечко выжиматься. За счет углеводов, за счет соли, которую сегодня мы по манипуляциям сделали, он немножко еще подужмется, поднатянет и будет более упругий, более жесткий завтра смотреться. Вот. В общем, в принципе, все. Регистрацию все прошли, всех посмотрели. Всем был рад, кого увидел. Все, кто подходили, поздоровались. Тоже был вас всех рад видеть. Всем пожелаю, скажем так, хорошей формы, хороших кондиций завтра на соревнованиях. И, в общем-то, увидимся с вами в следующем ролике, соответственно, с чемпионата Санкт-Петербурга. Все, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за вашу активность, за вашу поддержку. Мы все это ценим, и за хейт от некоторых тоже спасибо. Это мотивирует заткнуть вашу вонючую рты. Все, друзья, до новых встреч.